По утвержденным нормам, глубина воды в рамках установленных ограждений для купания детей не должна превышать 1 метра 20 сантиметров. Ну а поскольку вода в протоке Каюковская постепенно падает, одно, по словам спасателей, рельефное и крутое, детям теперь не разрешено плавать одним без присмотра родителей. У воды выставили специальные знаки, предупреждающие об опасности. И знаки, да, то, что глубина свыше 2 метров, и знаки, то, что купание детям запрещено. И знаки заплывать, забыть, запрещено. Ну, естественно, вся информация здесь на виду, все это есть. Проблемы только состоят с детьми, которые приходят без родителей, приходится, ну, как бы сказать, разговаривать, отправлять. Вот, и предупреждать родителей, чтобы контролировали детей, чтобы не оставляли одних. Пусть и в погожий, но в рабочий день народу на пляже сегодня немного. Лариса Критская свой трудовой стаж уже отработала и может себе позволить радоваться лучам солнца в любое время. В большей степени она сюда приходит позагорать. А если захочется окунуться, делает это аккуратно, с оглядкой на других. Я далеко от берега не отхожу, так что-то мне не грозит. Смотрю, как люди где купаются, ну, в том же месте я. Окунусь чуть-чуть и все. С точки зрения безопасности, в силу рельефа дна и резкого обрыва глубины, уже в нескольких метрах от берега городской пляж образцовым не назовешь. А вот с точки зрения чистоты, протока Ковиковская вошла в четверку самых благополучных водоемов Югры. Стараются поддерживать порядок спасателей и на прилегающей территории. Занимаемся покосом травы, обхоз делаем по периметру пляжа и так на территории пляжа. Делаем ремонт, пожарный щит делали, подсыпали песок, чтобы не размывало, когда дождь идет с асфальта, смывает водой. И как щиты ставим, потом по окончанию сезона убираем. Тем, кто собирается выходные на пляж, а уж тем более с детьми, стоит быть внимательными при купании. И ни в коем случае не оставлять ребятишек без присмотра. Хоть на пляже постоянно и дежурят спасатели, но на другого надейся, да и сам не плашай.